Четвертый мероприятий, проводимый по администрации города по оптимизации сроков достройки детского дошкольного учреждения в районе Прибрежно. Я только что приехал с этого объекта, с детского садика. Поговорил и с застройщиком, который исполняет эти работы, приблизительно объем работы выполнен где-то процент на 85, то есть готовности садика к сдаче. Основные работы сейчас ведутся внутри, это уже сборка мебели, многие группы уже готовы. Снаружи активно ведет сейчас работа по строительству этих детских прогулочных навесов. Территория сама еще не готова, потому что там надо еще планировку проводить, вывозить строительный мусор. Глобальная работа еще впереди. Забор еще не построен, они на следующей неделе ждут уже забор. Будут обносить уже нормальным забором на следующей неделе. Ну то есть, как он говорил, что у них в планах сдача где-то 20 декабря, что вот так где-то, то есть в конце декабря. План на 20 декабря, это у нас муниципальный контракт, заключен со сроком выполнения этого контракта 20 декабря. Да, действительно это так. Ну вот, значит, реальный срок, то есть, в общем-то, они, если все успеют, прочее, то есть, конечно же, значит, с декабря не говорим. Илья Ефимович, благоустройство до какого они завершились? В декабре не поставили? Значит, тут вопрос стоит, мероприятие, которое принимает администрация по угоду этого детского сада. Что хочу сказать по пункту этого вашей повестки дня. Значит, ежедневно руководство администрации в лице заместителя Сахарова, ну, из пяти рабочих дней в неделю, четыре дня это точно. Восемь часов, и все мы вместе, мы-то каждый день собираемся и подводим итоги того дня, и что намечено на этот день. Больные точки на сегодняшний момент по детскому саду какие? Не могу никак понудить или принудить подрядчика, чтобы детский сад был по нормальной проектной схеме подключен к инженерным коммуникациям, которые лежат в округе. Что я имею в виду? Электричество – это раз, вода – это два, ну, канализация в нашу уже подключена. То есть по постоянной схеме? По постоянной схеме. Почему я на этом настаиваю? Потому что все эти времянки, они ни о чем еще пока не говорят. В моем понимании, я вам говорил и, уважаемые депутаты, и на прошлом, как бы, этом самом комитете, в моем понимании, что готовность детского сада, ну, может быть, один гвоздь там не будет забит, это будет где-то конец октября месяца. Я говорил вам октябрь, так оно приблизительно идет. Спасибо, конечно, администрации, что вот по поводу того, что ежедневный контроль вот этот заведен. Еще нерешенный вопрос один – это то, что большая, ну, как бы, большой объем по благоустройству – это решаемо. Это решаемо. Значит, я сейчас все свои, как бы, эти самые мысли веду к чему? У нас не за горами начало отопительного сезона. Если мы прошлую зиму детский сад отапливали через элеваторное озеро, ну, нашли взаимопонимание с тепловиками, да, то сейчас уже разыгрываем мы конкурс, нормальный ИТП ставим индивидуальный тепловой пункт, и включаем уже по нормальной схеме. Да, часть помещений уже на 100% готова. Вот правильно отметили – мебель, линолеум. Продолжается сейчас отделка, уже расстилается линолеум, там всякие шутки доделываются. Но мое понимание такое, что это где-то 20-е числа октября они должны нам знать. Почему 20 декабря стоит в контракте в нашем? Потому что после последнего гвоздя строителя я, как заказчик, должен еще сертифицировать в Роспотребнадзоре, получить документацию, произвести всякие там бак-анализы, ну, и прочее там очень большое количество. Вы знаете об этом деле. Провести пожарную экспертизу, кстати сказать, по пожарной экспертизе мы работаем уже параллельно. То есть они уже в части вопросов, которые вынесли бы потом, мы уже задаются и решаются на месте. Вот если в двух словах сказать об этом, как бы, детском саде. Когда у нас там дети в конце октября? Вот я еще раз говорю, что где-то конец октября все будет готово. Детей же не дают, значит, благоустройство будет вести все. А я, одну секунду, все готово. Это я имею в виду, будет стоять благоустройство, будет стоять освещение, будет завезено, это растительный, как его называется, грунт. Ну, все, вот такие. Ренточку будем перерезать в конце теперь. Можно будет, да. Да, управленная схема подключения, то есть, энергоносителей, как раз я хотел сказать, то, что нужно строить будет теплопункт. То есть он еще не построен вообще. То есть, что такое ИДП? Это три модуля, полтора на метр двадцать и еще раз на метр двадцать. Три такие железки, будем так говорить, которые устанавливаются в помещении теплового узла в подвале и просто-напросто обвязываются трубопроводами в соответствующем. Нет, строительная часть подключения кубара, конкурс, энергетический конкурс, который сначала очень должны разобраться. Один открытый конкурс, срок его десять дней и поставка этого самого, как он называется, оборудования, ну, где-то конец сентября. Теплоноситель, да, подведен уже тот же самый. Он будет от этого, ЦТП, который есть. Вот, горячая вода, там и ИДП внутренне не проходит, она идет напрямую от ИДП. Здесь ИДП, что нам обеспечивает? Отопление раз, это нужды вентиляции два, и нужды теплых полов, которые по первому этажу, ясенную, по-моему, там группу-то, маленьких. Вот это три. У меня еще, хочу обращать Ваше внимание, мы уже, может быть, этот вопрос не столь важный, как говорится, с точки зрения целостности всего садика, кстати, пуска этого садика. Хочу обратить внимание на, все-таки на этот бассейн, который там, кстати, сделан без очистки, и проект сделан без секой очистки этого бассейна. Я разговаривал сегодня, а как же вы хотите его эксплуатировать? Говорит, ну, так вот там прописано, что, значит, будут заливать этот теплой водой этот бассейн, каждый раз покупались и слили. Представляете, как энергозатрат, если они собираются его греть, значит, это, да, я прикинул, ну, кубов 10 точно, значит, воды согреть, покупаться дети должны будут и прочее. То есть, я так понимаю, это будет как в анекдоте, значит, это, если мы будем себя хорошо вести, туда, директор обещал налить туда воды. Да, будете, будете нырять, так сказать, ну, да, водой налить. То есть, я так думаю, что, конечно, это уже к доделкам будет относиться, и, в принципе, состоятельно разговаривал, там, возможность есть, значит, организации, так сказать, системы очистки в подвале и подключения к существующим коммуникациям, чтобы не переделать и не долбить плитку, вот, но на это внимание надо будет обратить, и какие-то деньги придется затратить, потому что я уверен, что, значит, там получится лягушатник. Ну, приблизительно кубов 10 есть, там, там бассейн приличный. А нормы санитарные существуют после каких-то? Очистка, она существует системой. Нет, 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 никакой химии тут это без циркуляции не получит. Конечно, если замка, например, можно так, оно будет шумлять и чистится. Нет, сейчас они, конечно, три группы искупалось, они воду меняют. Как сейчас это будет выглядеть вообще? Нет, ну, я согласен, цена просто будет смотреть все эти деньги. То есть, вот, просто, это ошибка проекта, значит, строят, в соответствии с проектом, понятно, что, в общем-то, они дальше не задумываются об этом, то есть, по эксплуатации. Мы из тех заданий не выполняем. Да, да, ну, это обратить на внимание. Такой бассейн никто не прав. Вот сказали, что санглебстанция будет, значит, все заболели. Ну, сейчас скажут, что ноу-хау. Сразу засаду, там обеззараживание должно быть. Я не понимаю. Уважаемый Юрий Владимирович, значит, когда мы получили этот проект, прошедший госэкспертизу, у нас тоже возник такой же вопрос. Обратились официальным письмом в Роспотребнадзор. Та система, которая предусмотрена для бассейна детского сада, там должен быть постоянный перелив на рециркуляцию. И у нас есть официальный ответ Роспотребнадзора, что в данном случае для данного детского дошкольного учреждения дополнительной очистки не требуется. Это не я придумал. Я думаю, что для нашего уровня вопрос. Есть у нас инференстанция, есть у нас учреждения, которые должны этим заниматься. В конечном итоге там будет заведующая детским садом, который будет отвечать по этому вопросу. Они должны будут решить. Она будет хотеть ей деньги раздавать, чтобы ее приняли в детский садик без очистных сооружений и будет подпрыгивать постоянно. Богатый будет раздавать. Вот, богатый будет раздавать. Не примет, ни одна СЭС не примет. Так, ну что, я считаю по этому вопросу принять к сведению, информацию и подготовиться в конце октября перерезать красную ленточку. Так, кто за? Продолжение следует.